Говорить удобно сейчас? Да, да. А у тебя наставник-то Семенова вроде, да? Ну, да. Вообще, на сайте я смотрю, у меня Дарья какая-то, Дарья. А так вообще я через Семенову. Ясно. А с какого города ты? С Саратова. А, понятно. В общем, смотри, у тебя какие аккаунты уже открыты? Ты ведь по стартовой еще идешь, да? Ну, еще пока, да. Вот все, выходные сделаю, заказ там добавлю. Какие аккаунты? У меня ВКонтакте все заблокировали. Я решила, в общем, имитаться, потому что, начиная читать чаты, в голове каша вообще, я решила, в общем, освою, постепенно буду решила осваивать одноклассники. Вот сейчас вот создаю странические, а потому что временно я то лежу в больнице, то мне тяжко, то мне это, возраст уже как бы молодой, уже как бы не это. Вот. Тут не могла сойти, это онлайн-сим, эти номера виртуальные. Вчера, наконец-то, до меня дошло. Вот по 5 аккаунтов каждый день открываю, хочу 50 открыть. Понятно. Вот, и работаю. Ну, вот я видео смотрю по одноклассникам, как родители полнуют, как другие приглашают, сколько можно, сколько вот этого. В общем, решила пена, не кидаться из туда-сюда. Понятно. Ну, новые аккаунты, вот смотри, что ВКонтакте, что в Одноклассниках, их в любом случае за активность блокируют, да? Вот. Кто-то покупает готовые аккаунты ВКонтакте месяц или просто они ждут, ну, 2 недели хотя бы, чтобы аккаунты отстоялись, да? То есть там лимит действий, ну, то есть все считается. И что фотки добавили в первый день много, да? И репосты поделали, и кого-то еще подобавляли, и объявления еще разместили. Конечно, аккаунты блокируют просто за активность. Не потому, что нельзя там размещать объявления, да? А потому, что, ну, слишком много действий в первые дни, а не 5 дней вообще на модерации любые аккаунты, любой соцсети. Ну, я вот победу делаю каждый день. Да, ну, нормально. Я их не трогаю, но, грубо говоря, через 5 дней я начну на них что-то делать. Ну, на них можно репосты поделать, там какие-то классы, ну, в пределах там нормы можно. Вот. Еще там в Одноклассниках вообще какие методы. Я в Одноклассниках тоже работала. У нас многие работают. Ирина у нас работает там. Олеся тоже. Ну, Олеся тоже открывала 50 аккаунтов. Вот если всякие боты там использовать, да? Оксендер, типа, да? У него там все он делает. Ну, просто все и 999 рублей, да? Ну, после него все аккаунты сразу блокируют. И обратно в друзья, кого он добавляет, да? Они не добавляются обратно в друзья. Поэтому сам эффективный в Одноклассниках все-таки ручной метод. Вот. Ну, я потому что вот в ВКонтакте тогда провала, закачала эту программу. Это было, наверное, про Мастер-Про, что ли. А ее изучила, запустила. И после первого же репоста меня сразу заблокировали. Да. В ВКонтакте вот не надо, не надо программы использовать. Вот в Инстаграме можно использовать. Они хорошо работают, там никаких блоков, да? Вот если ВКонтакте, в Одноклассниках сразу все блокируют. Сразу 50 аккаунтов улетит махом. Поэтому лучше там вручную. В принципе, не так уж много времени занимает там вручную сделать. Ну, вот, например, Олеся сейчас как делает в Одноклассниках? Она шлет 10 утром, 10 днем, 10 вечером сообщение в личку в Одноклассниках, да? Вот. Ирина работает там картинками. Она шлет только друзья. Ирина, я вот Ирине смотрела видео, да? Часовое там видео. Да-да. Она, да? Она картинками работает. То есть она добавляет на картинках. То есть вот ты какую-то там аду добавила в друзья, да? Суть не в том, чтобы ты вот разместила картинку, интерьер там любой. Не надо о работе, не обязательно. Ну, кошечек там красивых. А вот под ней комментарий о работе. Кто там перешел, посмотрел, увидел комментарий, он частично виден. Вот. И она отметила на ней вот эту там аду. Но надо смотреть, разрешает ли она вообще отмечать себя на картинках. То есть есть ли у нее отмеченные картинки в ее там ленте, да? Если она есть, значит она разрешает. Если у нее ни одной нету отмеченной, значит она может быть блокирует таких людей, кто ее отметил. Вот смотрим, кто разрешает. И вот эти, суть не в том, чтобы она увидела вот этот рекламный пост, да? Суть в том, что все пять тысяч ее друзей увидят у себя в ленте, что вот ее отметили на этой картинке, а под ним они видят поста подработки. Только не надо там писать, поставьте плюсик, потому что там начинается, у всех аккаунты закрытые. Всем там начинаешь писать через комментарий, что откройте тогда свой аккаунт или доступ откройте вам написать. Ну, в общем, чтобы вот такой ерунды не было, сразу там прописываем в WhatsApp Viber или сразу, чтобы писали в личку. И написать, что в комментариях не пишите. Если нужно прокачать этот пост, чтобы там поставили какие-то плюсики, ну, у нас есть чат прокачки. Ну, так, чтобы люди видели, что для массовки, что там есть, да? Вот. Ну, в общем, в одноклассниках еще можно работать группой. Вот в ВКонтакте, если ведешь группу, то там можно приглашать только друзей в эту группу своих. А в одноклассниках ты можешь приглашать вообще всех подряд. То есть, если они не друзья, ты можешь пригласить всех в группу. Зашла в чужую группу? А группу читает Фаберлик? А многие, многие создают чисто на подработку, не обязательно Фаберлик. Ну, можно там, конечно, да, и то, и другое написать. Можно просто, что подработка вот на дому, или как-то назвать ее вот, ну, без слова Фаберлик. Вот. Можно две группы создать, одну на дисконт и публиковать там о продукции, да? А можно другую чисто на подработку, но в ней ничего не постить. Ну, один-два поста запустить там, условия написать, текст, картинка, и этого достаточно. Все. Зашла в чужую группу, да, в их подписчиков какую-нибудь, не знаю, красоты там, моды, шапоголиков, совместная покупка, может быть, да? И взяла их всех подписчиков, приглашаешь в свою же группу. Вот таким способом можно работать. Вот. Ну, в личку тоже писать, в принципе, это, конечно, спамный способ, но он хорошо работает тоже. Ну, там надо человеку предлагать все варианты, то есть и программа похудения, и дисконт, стать ему вип-покупателем, бесплатно оформить там скидку от 20%. И подработка. Продажи можешь не предлагать, на них никто не соглашается, на этот пункт никогда. Вот. Это уж они и так сами поймут, что можно там еще и продажи делать. Вот. Ну, можно написать, что даем там, еще добавить, даем сайты там, автособеседование даем, лендинг, рекрутинговый сайт даем, бесплатно, да? Потом, чего еще даем? Поездка в Турцию, она же твоих новичков тоже касается от меня, поездка в Турцию тоже прописать надо. Розыгрыш айфона с понедельника, 10-го тоже надо прописать. Можно, знаешь, им голосовое вообще оставлять. Там вот ВКонтакте, в Одноклассниках, ну, можно голосовое оставлять. У кого обновленные версии, да? Вот. Люди больше доверяют голосовым сообщениям. Или картинки разные посылай. Если в личку шлешь, одно и то же сообщение не шли, меняй там одно слово какое-то. Ну, ассортимент, если пишешь, вот можешь ассортиментом постоянно там менять словами, местами и так далее, да? И что-то добавлять, один пункт убирать. Вот так, что... Лучше каждые три, больше трех он уже такой, может тебя в теневой спам добавить. Вот у тебя видно это сообщение, а у них нет. У них просто ничего там не отображается. Ты вот думаешь, что мы разослала много, а на самом деле их просто не видно у человека. Поэтому не больше трех одинаковых, но лучше прям картинкой слать. Вот если ты шлешь, многие делают картинку, например, Анна. Вот они выбирают в поиске все Анна. И делают сразу картинку. Анна, привет! Ну, там возраст соответствующий до сорока лет выбирают от двадцати до сорока в поиске. И кто онлайн обязательно? Заготавливают картинку на Анна, несколько штук, просто значит на разном фоне. Вот. Они должны называться по-разному в компьютере, чтобы их не определяло как одинаковые. Ирина так делает, да? Ирина, да, делает? Ирина делает именные такие. Ну, не знаю, наверное. Ну, и я вот чей-то смотрела видео. Да. Ну, она шлёт, она сначала приглашает, предлагает друг друга, а потом друзьям уже шлёт именные уже там. Ладно, привет, я такая предлагаю там несколько вариантов. Ну, если ты шлёшь по одному городу, то там прописывай город. Вот. Потом, значит, этот город весь обработала, поменяла там, что ты другой город теперь написала. А, можно, да, на страничках одноклассников уверять? Конечно. Менять, да. А, ну да, да. И шлёшь по другому городу, ну, чтобы они видели, что с того же ты типа города. Образование там наставь себе, три высших, что хочешь там, пиши. Вот. Ну, заполни страничку так, чтобы она живая была нормальная. Какие-то репосты, группы поступало, да. Вот. И, в принципе, всё. Ну, тоже хороший метод. Одноклассники – это хороший метод. Вот. Если Инстаграм ты, у тебя есть Инстаграм? Ну, я там когда-то регистрировалась, ну, я понимала, что это одна, это ерунда. Ну, я пока думаю, я пока, ну, я буду это осваивать, но позже. Ну, да, ты просто свой личный аккаунт открой, чтобы знала, куда чё нажимать. И постепенно тоже освоишь второй метод, потому что в Инстаграме мы чисто программой работаем. Я отдаю бесплатно программу для компьютера, она на много аккаунтов. И в телефоне есть программа, тоже на много аккаунтов, бесплатная. Ты просто открыл аккаунт один раз, уже запускаешь просто раз в день программу, и она уже за тебя работает. Тебе только надо один-два дня потратить на открытие аккаунтов и заполнения, и всё. И дальше я вот свои аккаунты открыла где-то в декабре 16-го года. Раньше тоже у меня не было в Инстаграме. И с тех пор я вообще в них не заходила. У меня программа чисто подписки делает, а регистрации идут. Вот. У меня может быть в директе там тысяча сообщений, я даже вообще в них не заходила, их просто много. Я вот один личный веду, сама вручную, и всё. Программа, да, личку там я не пишу. Личку пишут те, у кого мало аккаунтов, допустим, 5, они их вручную ведут. Тогда у них, ну, не будут на подписки идти, да. И они вынуждены писать ещё в личку сообщения. Вот тогда у них будет по 2 регистрации в день. А чтобы было по 10, зачем вообще время тратить с утра до вечера, да, подписки эти тыкать вручную. Когда можешь программу запустить, просто чуть больше аккаунтов открыть, и пусть программа вообще работает. А сколько аккаунтов открывать? Тоже 50? Ну, не меньше 15. Ну, 50 у меня нету 50, у меня вот 25. Ну, из них у меня 5 вообще на другой у меня магазин, на отбеливающей полоске у меня другой магазин ещё есть. Вот. Ну, так что получается, сколько, 20. Ну, обычно 5 из них как минимум на отписках стоит при этом. То есть 15 из них работает. И с них вполне по 10 регистраций может приходить в день. Если вот программу, ну, там, не каждый день по 10 будет. Там парсинг надо делать, удачный, он неудачный, всякое бывает. Ну, так нормально регистрация приходит, при этом ничего не делаешь. У меня вообще ребёнок запускает эту программу. Ну, правая кнопка и старт уже все могут нажать. Так что... Ну, это я, там, следующее мой шаг будет в инстаграм. Да, он много времени, потому что не занимает, второй метод тоже прикручивать. Вот. Ну, одноклассники тоже хорошие, да. Там вышли мне картинки какие-то там будешь слать, какие сделала, я посмотрю, если что-что-то добавлю. А какие там у нас картинки? Ну, вообще, я... Во-первых, я все аккаунты называю имя отчества. Ну, правильно. Имя моё, а отчество разное. Да. А, отчество или фамилию? Ну, я вот слушала эти видео по поводу одноклассников. Говорят, что лучше делать разное отчество, а не фамилию. Ну, я знаю. Обычно мне вот не нравятся аккаунты, в которых написано отчество. И, значит, человек что скрывает, почему фамилию свою не пишет. Нет, фамилию надо всегда разную фамилию. У меня на все аккаунты разная фамилия, но имя Екатерина везде стоит. И там, наверное, ну-ка, я вот слушала, говорят, что фотографии свои. Знаешь, не обязательно. А вот 50 у меня аккаунтов, и везде одинаковые фотографии, не менее 50 штук. У меня просто... Да, прям 8 штук достаточно максимум. Причем можешь чужие скачать. Вконтакт зашла, выбрала город Анталия, женщина возраст 40 выбрала, у них накачала, у них все они хорошо выглядят, и все на фоне моря. Накачала, сохранила в разные папки там в компьютере. Все, заполнила свои аккаунты. Я вот так делала. У меня нету даже моих фотографий на рабочих аккаунтах. У меня только на двух мои фотографии. Ну, ВКонтакте. На остальных у меня вообще чужие фотки. Я подумала, ну что я буду, а вдруг меня забанят одинаково и везде выложу. Вот. У них же какой-то фильтр все равно есть. Как-то если одинаковые фотки, одинаковые действия делаешь, вдруг там что-то, мало ли. Лишний повод для блока, ну не нужен. Ну да, у меня тоже много браузеров стоит. Ну, в общем, и фотографию, знаешь, многие рекомендуют большое лицо ставить. Вот не надо большое лицо, надо издалека. Чтобы человек, знаешь, посмотрел, зашел на твою страницу. Вот цель, чтобы он зашел на страницу. А если он видит большое лицо, он думает, ну этого человека я точно не знаю и не буду заходить на страницу. А когда издалека, он думает, а вдруг это моя одноклассница? А вдруг это, не знаю, моя соседка? Ну не видно же лицо-то? Издалека красивая фотка, там на море выложила. Вот. И зачем 50 фоток? Кто их смотреть-то будет 50 фоток? Ну 8 максимум, 5-8 достаточно. Вот. Чего уж борщить-то? То есть столько стараний вложить в аккаунт. Не надо над ним вообще больше 10 минут, не сиди над аккаунтом. 10 репостов, вступила в группы там, 10-15 групп. Выложила 5-8 фоток, добавила себе 3 высших образования. Все, ничего больше не надо, это 10 минут занимает. Если ты будешь над ним его там приукрашивать, сидеть над ним целую неделю, его обязательно заблокируют. Потому что ты вложила в него кучу всего, который аккаунт и так открыла быстренько. Ну, как обычный рабочий. Его никогда не блокируют ни за что. Так что, ну, одноклассники, сейчас же ты на Gmail-почту, да, открываешь? Сейчас же можно без телефона открывать. Либо онлайн-сим-карты за 5 рублей покупающих? Я онлайн-сим-карты за 8 рублей на онлайн-сим-карты. Я с самого начала пыталась тоже смс-рек вот этот вот. Но что-то у нас вообще ничего не получилось. Заведите этот кошелек, который в AdMoney. Не-не, с телефона прямо я скидывала, с телефона. Там непонятно, да, я тоже в YouTube лазила, как оплатить с телефона на смс-рек. Прям так писала, и там просто непонятно написано, что выбрать надо там. Тоже еле нашла, как через телефон оплатить. Ну, тут же с телефона списывается, вот этот быстрей способ. Вот. И можно открывать просто наш мейл-почту. Когда жмейл-почту открываешь, там пишешь, у меня нет телефона, чтобы почта тоже без телефона была. И аккаунт регистрируешь, ну, просто на почту. Сейчас же можно, там выбираешь букву Г. Я сначала тоже так сделала, но потом эти аккаунты удалила и решила, ну, с подбраузера. Ну, этот, в принципе, Gmail, то вот так же я под гугли, да, открываю. На Gmail-почту, и через нее потом захожу, это. Просто забываешь, что я забываю. Я уже как-то это, на рабочем столе вот эти вот поставлю. В Excel, в Excel все, да, в Excel все записывай. Да. Ну, да, в этом. Все записывай. У меня тоже прямо, знаешь, записано в Excel, на каком телефоне у меня что где установлено. То есть 5 аккаунтов в Инстаграме в одном планшете, другие 5 аккаунтов во втором телефоне. У меня прям все это записано. Потому что, если что, я смотрю листик. Ну, где-то вдруг код затребует подтверждения. Я сразу смотрю в листик. Ага, это у меня на седьмом айфоне этот аккаунт есть. А тот на восьмом айфоне, допустим, да. Я туда и лезу, чтобы код получить. Ну, потому что у меня привязаны все аккаунты. У меня вот 5 сим-карт есть. Там можно привязать 5 аккаунтов на одну сим-карту. То есть у меня 5 карт, и все 25 аккаунтов привязаны вот так 5 на 5. К телефону, к своему личному. Ну, это 20 градусов. Ну, чтобы, да, вдруг, мало ли, там, переборщишь с подписками, да. Больше, чем надо 2 раза. Код затребует, ну, ничего страшного. Написала код в телефоне, и все дальше работает нормально. Ну, вот. Так что, ну, в инстаграме у меня только один аккаунт блокировали, и то личный. Потому что я там махом 50 фоток выложила за 5 минут. Мне написали чрезмерная активность. Ну, просто личных фоток. А рабочие у меня вообще не блокировали. Поэтому. Ну, код иногда просит, редко там. Мало ли, вдруг я решу не 800 подписок сделать, а 2000. Можете попросить. Ну, аккаунт все равно не блокирует. Там зависит, какой он старый. Вот, поэтому. Ну, тогда отписывайся. Чего как открыла, можешь страничку на проверку прислать, чтобы я посмотрела, все ли там с точки зрения. Потому что я и много книг по маркетингу прочитала, да, и видосов много пересмотрела, кто как оформляет, и сама все способы перепробовала. И даже мой мир пробовала рекрутировать, и друг вокруг. И знаешь, все способы работают. Просто везде определенное количество нужно рассылать, и везде нужно там то статусы указывать, то нельзя указывать. Все это как бы надо учитывать. Вот. Так что, такие вот. Хорошо. Хорошо. Ну, все, давай. Да, скинула, но как сделают, потом тогда еще пояснить, потом вот эту вот картинку, а не подниму это. Да. Что там сообщение или... Хорошо. Ну, ты не стесняйся прям круглосуточно мне все вопросы. Потому что, вот, когда я ВКонтакте начала ссылать, вот это Адам, да, интернет-магазин. Ну, я так же пришла по этому объявлению. Но у меня были другие там эти мотиваторы, конечно. Я хотела изучить вот это вот, как увеличивать подписчиков, как распространяться, потому что как бы у меня в мыслях еще открыть еще свои интернет-магазины. Ну, и совместные покупки делать. Вот. И их откликаются, даже по-старому вот сейчас откликаются, и мы отправляем вот это вот, да, и вот я не знаю почему. Их отпугивают или фаберглик, или что-то, я не знаю. Ну, половина все равно молчат. Это вот хоть какой у тебя статус? Хоть начинающего, хоть бриллианты? Ну, половина, они все молчат. Вот там есть подписы, у меня здесь сейчас подписанных. Ну, я вылетела, вот здесь полтора недели в больнице лежала, мне... Ну, только вот близкие, которые идут, если начинают говорить, начинают говорить, думать, вот что там какие-то обязательные, надо делать закупки, я говорю, не надо никаких закупок, вы ходите в магазин, покупаете, просто не ходите, а здесь у себя покупаете, покупаете со скидкой. Ну, вот смотри, когда они запрашивают подробности, сейчас я объясню, в чем, в чем неправильно, нужно сначала голосовое оставить. Вот у них доверия больше, и практически все тогда пишут данные, да? Сначала голосовое оставляем, потом только высылаем большой текст о подробностях. В принципе, он может быть любым. Это вот первый пункт. Я когда голосовое не слала, ну, это намного хуже. Вот. Сначала голосовое шлем, потому что там приятно познакомиться, можно даже какой-то комплимент сделать, что там у вас на аккаунте, там, ну, что-то красивое, ребенок там, или что-то спросить даже можно. Вот. Тогда 100% будут оставлять данные. И второй пункт. Вот ты отвечаешь, тебя что-то спросили вперед, ты не справила собеседование сначала большое, по определенной технологии. Мы же специально все пункты по порядку делаем, что говорить, какими фразами говорить. А ты вот ответила, у него в мозгу сидит, знаешь, что, что это косметика, во-первых, да, 20-летней давности убеждения, а потом ассоциация вот с этим MLM, которым всем кинули, да, в какие-то там годы 90-е, и что надо вот эти большие сетчатые сумки ходить по соседям, продавать какую-то просроченную косметику. Ну, вообще ничего общего, да, с продвижением интернет-магазина, да, не имею, но вот у 99% вот такое убеждение в голове сидит. И он тебя вот спросил про заказы, что-то он слышал, да, и ты ему отвечаешь, и он еще больше убеждается в этой своей мысли, и все, он тебе больше никогда не напишет. Если ты вперед, если я отвечу вперед, вот так вот на вопрос, этот человек все, он потерян для меня навсегда, пока я не провела собеседование, на любой вопрос просто отвечаешь, если он что-то вперед спрашивает, отвечаешь. Мы продвигаем интернет-магазин по инструкции в интернете. Все. На любой вопрос можно так ответить. Никакие заказы, ничего не отвечаешь, и потом пишешь, неудобно ли вам созвониться, а пишешь, прямо сейчас созвониться удобно на 5-7 минут. Обязательно указать на сколько минут. Вдруг он думает, что весь день ты с ним разговариваешь будешь, а ему некогда, да? Конкретно писал 5-7 минут, и о чем ты будешь говорить, тоже говоришь. То есть, объясню методы подачи рекламы в интернете. Все пишут, да. Все пишут, прямо сейчас им удобно, но если слишком поздно, они пишут, давайте завтра. И знаешь, завтра сами все отписываются, вот, то есть, что они там освободились. Вот. Там уже пишешь, тогда отпишитесь мне сами, когда вы там свободны. Вот. А если писать, если им спрашивают, удобно ли вам созвониться, ну, ты работодатель или кто, что значит удобно созвониться? Вот. Тут совершенно вот, всего лишь формулируешь разы по-другому, и они работают совершенно противоположным результатом. Вот. Ну, в принципе, все. И не отвечаем никогда вперед на вопрос, вот такой вот, что-то, если про заказы спросили, что-то одно спросили, это значит, у них мозгу, другие убеждения, ты еще не объяснила суть работы, да, вообще ничего не объяснила, а он уже утвердился в своем каком-то там. Если бы он вообще знал, что тут надо делать, как тут зарабатывать, он бы уже 10 лет назад тут директором был, как минимум. Он же не знает ничего, а на один какой-то штучный вопрос вообще нельзя отвечать вперед. Все, на 100% считай, человека ты потеряла. Все, никогда ты его уже не разубедишь потом. Вот. Поэтому, либо полное собеседование, ну, можешь голосовыми там провести, если прям не можешь, но лучше собеседование. Или мне скидывай, я с ними могу собеседование провести. Вот. Но это надо все делать сразу, не так, что там давайте на следующей неделе, все тут же, прямо сейчас, регистрируешь прямо сейчас, прямо сейчас созванишь, прямо сейчас скидываешь, чтобы она прямо сейчас аккаунты открыла, даешь на это один день срок. Вот. И чтоб обязательно после каждого шага тебе отписывались. Все. Ну, если они, конечно, на дисконт пришли, просто все со скидкой брать уже. Этого человека мы вообще не трогаем, выслали картинки подарков, да, и все. И в обучение не добавляем, можно предложить чат продукции, чтобы его консультировали. добавить и все. Такого человека мы не это. Вот. Ну, в принципе, все. Ну, давай аккаунты мне скидывай, какую картинку сделаешь, я тебе могу перекинуть, какие Олеся картинки делала в одноклассниках. Ну, они, знаешь, в чате, я тебе там, они есть, по-моему, в чате, перекину, в общем, тебе. Ну, все, если что, звонит, постоянно все мне пиши. Давай, все, пока. Сюда. Сюда. Сюда.